Всем привет! Это Оренбург Медиа и наш подкаст новости города О. У микрофона шеф-редактор Татьяна Гавриш. Сегодня главные новости недели. То, о чем говорили оренбуржцы и писали СМИ на протяжении последних дней. Главная новость недели – публичные слушания по генплану Оренбурга и все, что им предшествовало. Перед слушаниями на первый план вышли три ключевых проблемы. Снос домов из-за строительства дороги в Ростышах-2 и Росташинских прудах, кладбище и крематорий в Весеннем и новый мост через Урал вместе с дорогой через Зауральную рощу. Встреча оренбуржцев с чиновниками была горячей в прямом и в переносном смысле. В небольшом зале Дома культуры ТРЗ на Магнитогорской собрались почти 600 человек. Больше, чем он мог вместить. Атмосфера раскалилась почти сразу. Министр архитектуры Наталья Ибрагимова на слушание не пришла. Не было там и мэра Сергея Солмина. Формат длинных отчетов с неясными ответами многих участников слушаний также не устроил. Некоторые выступления спикеров-разработчиков проекта из Новосибирска попросту заглушали гневными аплодисментами. По факту более или менее решенным оказался вопрос дороги через Зауральную рощу. Проект изменили и дорога теперь пойдет от Ивановки через Дубки к Степана Разина, где через 10-15 лет появится новый мост. Также генплан изменит в части перехода земель из промзоны в сельскохозяйственную. Сразу несколько фермеров при городных хозяйств пожаловались на эту проблему. Ее также взяли на карандаш. Между тем, вопросы крематории, кладбища в весеннем, а также выкупа десятков участков в Росташинских прудах и Росташах-2 из-за новой дороги остались нерешенными. По всем разногласиям будут работать согласительные комиссии. Мэрия должна учесть все замечания в течение двух недель. Читайте большую статью по итогам слушаний на Оренбург Медиа. Также на сайте опубликованы мнения архитекторов, которые не согласны с новой версией генерального плана. В Оренбург в пятницу утром 14 июля прилетел зампредсовета безопасности, экс-президент России Дмитрий Медведев. Чиновник был намерен проинспексировать военные объекты. Утром 14 июля в городе частично перекрыли несколько центральных магистралей. Это Нежинское шоссе, улица Чкалова и проспект Гагарина. Ворские воспитанники детских садов массово отравились молочной продукцией. Симптомы токсикоинфекции обнаружили у 36 детей. Девять дошкольников госпитализировали. На сегодняшний день все дети выписаны и чувствуют себя хорошо. В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области назвали причину отравления. Ей стала бактерия стафилококковый энтеротоксин А. Сообщается, что она образовалась в йогурте новотроицкого предприятия из-за нарушений технологии транспортировки и хранения молочного продукта. В частности, не были соблюдены требования к температуре. Йогурт хранили в условиях выше плюс 40 градусов. Проверки продолжаются. По факту массового отравления возбудили уголовное дело. Салим Челаян вернулся в кресло депутата Законодательного собрания Оренбургской области. Бывший главный врач Оренбургской областной детской клинической больницы получил вакантный мандат по списку «Единой России». Решение об этом приняли на заседании избирательной комиссии Оренбургской области. Депутатский мандат стал вакантным после досрочного прекращения полномочий депутата Светланы Быковой. С 2011 по 2016 годы Челаян уже был депутатом областного парламента. В Оренбурге простились с поэтом, бардом и журналистом Александром Аверьяновым. Ему было 75 лет. Александр Иванович много лет руководил газетой «Оренбургская неделя». Издание под его руководством было одним из наиболее популярных в городе. До недели Аверьянов работал на Орской студии телевидения, а также в газетах «Орский рабочий» и «Южный Урал». Вел активную творческую жизнь, писал стихи и прозу. Он автор нескольких сборников. Александр Аверьянов также был известным бардом, он записал несколько пластинок, часто давал концерты в Оренбурге и за его пределами. В Ашкирии спасли группу детей из Оренбурга, которых родители отправили одних на сплав по реке. Инцидент произошел в Бурзянском районе республики. К поиску детей пришлось подключать экстренные службы. Три семьи, приехавшие на отдых из Оренбуржья, отправили своих детей до другого села, одних на лодке по реке. Ребятам было от 11 до 18 лет. Дети должны были самостоятельно сплавиться от одного села до другого, где их встречали родители. Но к назначенному времени юные сплавщики не прибыли, родители обратились в экстренные службы за помощью. Группу юных туристов нашли в три часа ночи, дети доплыли до середины пути, но поскольку стемнело, они решили остановиться в одном из населенных пунктов и ждать родителей. Сотовая связь была недоступна, а сообщить о своем местонахождении дети не могли. Госкомитет Башкирии по ЧС назвал этот случай вопиющим. Аномальная жара провоцировала несколько блэк-аутов в Оренбурге и пригородах. Жители областного центра массово жаловались на отключение света в домах 10, 11 и 12 июля. Энергетики объяснили перебои с электричеством, увеличением нагрузки на сети в жару. Жалобы от оренбуржцев поступали на отключение света на улице Ленинской, Яицкой, Восточной и в Степном микрорайоне. В областном центре стояла сильная жара, люди включали кондиционеры на работе, в квартирах, домах. Как сообщили в пресс-службе сетевой энергетической компании, увеличение нагрузки на электрические сети стало причиной локальных ограничений электроснабжения в Оренбурге. Бригады Оренбургского производственного отделения работали в центральной и восточной частях города, включали автоматические выключатели и меняли предохранители. Серьезных технологических нарушений, по данным компании, в сетях не возникало. Градсовет отправил на доработку проекты новых кварталов на Котово и Гагарина в Оренбурге. На повестке областного градостроительного совета стояло утверждение концепции жилой застройки в новых кварталах по улице Котово и на проспекте Гагарина в Оренбурге. Участок по улице Котово ждал застройку в течение 10 лет. Собственник нашел инвестора, готового застроить давно заброшенный участок. По концепции на заявленном участке должны появиться пять многоквартирных домов разной высоты от 6 до 9 этажей. Предусмотрен встроенный детский сад, рассчитанный на 25 мест. Градсовет рекомендовал расширить вместимость детсада. Эксперты также сошлись во мнении, что проект не отвечает требованиям комплексного развития территории и нуждается в доработке. Как сообщили в правительстве Оренбургской области, к архитектурному проекту дома по проспекту Гагарина также было много замечаний. Его рекомендовали пересмотреть с учетом концепции другого жилого комплекса по проспекту. Речь идет об утвержденной концепции развития территории на проспекте Гагарина. В Оренбурге семья летчика из экипажа Андрея Зеленко, посадившего горящий Ил-76, два года не может решить вопрос жильем. Военный летчик Сергей Люлин, получивший Орден мужества за посадку горящего самолета и спасение более 200 жизней, два года добивается жилья для своей семьи. Осенью 2022 года из-за серьезного заболевания подполковника отстранили от полетов, отправили на пенсию по состоянию здоровья. Все это время продолжаются судебные тяжбы в борьбе за положенное по закону жилье. Несколько судов уже проиграно, но кавалер Ордена мужества готовит новый иск. Большой материал о борьбе Сергея Люлина за право на жилье опубликован на сайте Оренбург Медиа. Ссылка будет в описании. Оренбург встретил гонщиков авторалли «Шелковый путь» жарой и пуховыми платками. Гонка вызвала большой интерес у оренбуржцев, приехавших из разных районов города и области, посмотреть на технику легендарной команды гонщиков. Бивуак 10 июля разбили у «Армады-2». В течение вечера жители города могли общаться с гонщиками, изучать уникальные раллийные грузовики, газели, баги и мотоциклы. После ночевки в Оренбурге гонщики выехали на новый этап. Через Оренбургскую область они следуют в Самару, завершится ралли в Москве. Это были новости города О. Следите за нами в соцсетях и на всех подкаст-платформах. Услышимся здесь через неделю. Пока!